Населенный пункт дал Алексею Дюмину на личном приеме. Главе региона обратилась местная жительница. Она рассказала, что подвезти голубое топливо планировали еще в 2011. Населенный пункт включили в программу газификации Веневского района, правда с условием, часть средств на разработку проекта должны сдать сами жители. В этом году проект газификации прошел согласование и вошел в программу устойчивого развития села. На завод протяженностью более 1 км к 24 домам должны проложить в этом году. Алексей Дюмин поручил контролировать ход работ профильному министерству, чтобы в новый отопительный сезон жители Веневского села вошли уже с газом. К 1 апреля будет объявлен аукцион, срок исполнения работ 61 день, поэтому я думаю, что в новый сезон с газом войдете, не думаю, уверен. И, соответственно, потом 60 дней на выполнение работы. Терпели больше, осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Я думаю, что не думаю, а уверен, вопрос будет решен положительно. Пришла с подарками. На личном приеме тульская шестиклассница подарила губернатору шарф и сувенир. Диана Волчек сделала их своими руками. Поделилась, что таким образом хотела поздравить главу региона с Днем защитника Отечества и ответить добром на добро. В декабре прошлого года Алексей Дюмин поздравил Диану с Днем рождения и подарил телефон. Юная тулячка – единственный ребенок в семье. Ее воспитывает мать-инвалид и бабушка. Диана рассказала, что заняла первое место в регионе по настольному теннису. Алексей Дюмин пожелал шестикласснице спорт не бросать. Уже после встречи Диана поделилась впечатлениями и рассказала, что самостоятельно записалась на прием к главе региона. Алексей Геннадьевич – герой России, и у него довольно-таки высокое звание. И я решила ему связать шарф, и так как он занимается хоккеем, сделать ему маленький сувенир, чтобы он напоминал ему. А шарф, чтобы он согревал в холодное время года. Как в Туле борются с ноги.